Я отключу эту камеру, вот я сейчас съем пару этих самых, я не могу, когда такие шикарные. Единственное в Сибири дерево с абсолютно съедобными плодами вишни, вот она, вот видите, как ее птицы обклевывают, видите, вот, а вот это еще не успели обклевать, вот, все рядом, она, косички выплевают, это кощунство, но куда их, никому не нужны, вот так вот. Это остатки, это остатки, вот, дерево рухнуло, посадить замену посадил, но сильно мало, на замену всего одно дерево. Вот, почему в стране для уникального сада земли нет? Долго бы я сейчас свои обиды рассказывал, когда меня и моего сына посылали далеко-далеко, когда мы просили землю, а соседи продавали. Последний случай был за 10 соток, запросил миллион 100 тысяч, сотка, 10 соток, без электрических столбов, без ничего, без даже времяночки. Миллион 100 тысяч, объявление крутило, все видели, я звонил. За 10 соток полно брошенной земли, не сметь, даже туалет не построишь. Земля сельхозназначения зарастает самыми настоящими соснами. На какими они уже, скоро их можно будет брать на мачетовый лес для кораблей. Сегодня, скорее, так мощно растут сосны, там, где когда-то были покосы, пахота. Вот, господи, что же делать-то такое? Такое богатство никому не надо. Сейчас покажу на ладони. Такое богатство никому не надо. Вот она, вот она, вот она. Ну, сейчас смотрите, любуйтесь. Это не просто вишня. Это я привез с Украины. Однажды, у меня много таких, можно сказать, подвигов. Как-то все время за свой счет. Вот, приезжаю все равно раз на Украину. Дедовского дома уже нет. Один фундамент. Рядом построен современный дом. Я подхожу, говорю, здоровенькие булы. Вот. Я приехал в Сибирь. Вот, видите, фундамент. Здесь жил мой дед Иван. И моя бабушка. Кстати, дед был участник Первой империстической войны. За острове Венгрию воевал. И вот мне, можно, веточки две срежу. Одну персик, это мой отец садил. А вторую вишня. А дерево уже старое, я с трудом нашел веточку. И вот то, что я сейчас держу на ладони, это моя память о деде. О деде и бабушке. Вот, потому что дерево было настолько старое, что, наверное, чуть ли не... Они в 56-м году их там высадили в степи из баржи. Это была не эвакуация из Польши, а изгнание из Польши. Тех, кто жил там. Ротные тяги. И мы оказались... Они оказались... Нет, не в 57-м году. В 50-м. В 56-м году я первый раз к ним приехал. Уже с Норильска. Нет, не с Норильска. Ну, не важно. И здесь получилось так, что... Сейчас я сяду, а то мне сейчас от этих воспоминаний плохо станет. А сейчас там остались только одни могилы. И съездить на могилу я не могу. Не могу. А почему вы без меня знаете? Вот так. Сейчас там идет война. Бомбят Новую Каховку. Город моих уже родителей, которые уже тоже в могиле. Вот так вот. А здесь Сибирь. Я как выходец с Украины, я воссоздал уголок Украины. Потому что Украина это жердели. Вот такие же урожайные. Вот такие же, как это дерево. Я же говорю, что мы ожерделились несколько лет назад. Дала 23 ведра. Молодая. Ну, я ее показывал вам. А сейчас больше, но некому зафиксировать. Молодая. Спасибо за субтитры Алексею Душу!